Путин разоружен Мне казалось, что это будет экономическая война, что это будет экономическое давление. И что Лукашенко, который как бы не свободен и его происхождение, у нас это тоже такая темная история. И, как видно, очень много. Конечно, с одной стороны, это был народный выбор, и народ его выбрал. А с другой стороны, у него, конечно, была мощная поддержка везде, и в России тоже. И наверняка какие-то обязательства. Но сейчас все-таки он начал играть в свою игру, и было понятно, что он будет заниматься самосохранением, чтобы самосохраниться. И, значит, Беларусь от этого только выигрывала, конечно. Но ни Украина, ни Беларусь свободны. Она не нужны России. Россия. Я даже не знаю. Вы знаете, я не политик, все-таки я художник. Я думаю, что что-то есть в русской... Это неправда, если сказать, в ментальности это нет. Что-то есть в русской истории, что настолько сложило сознание этой нации, что свобода — это категория, которая как бы даже не берется в расчет ни элитой, ни народом. Ты говоришь с простым русским человеком, он тебе скажет, какая там еще Беларусь, как коверкайте этот язык, да как кто вы, Белая Русь и все там. То же самое про Украину, не до нации или там не до государства. Вот теперь уже там вот эти ребята, которых посадили, также говорили о Беларуси. Вы знаете, это настолько в сознании людей там, а уж об элите и вообще ничего говорить. Когда мне приходилось несколько раз встречаться с самыми большими людьми, политиками русскими, то даже разговора не было о том, что Беларусь или Украина представляет собой что-нибудь отдельное. Тут надо как-то не относиться к Лукашенко, вы же знаете, я и не его поклонник, но надо признать, что в каком-то смысле его фигура создала некий барьер для того, чтобы вот этот русский план поглощения Беларуси удался быстро. К сожалению, он быстро им не удался, но то, что это будет, это даже несомненно. Единственное только, вот я больше всего боюсь революции крови, конечно, потому что революции ничего в принципе не решают. Ведь вот когда вот этот клуб, что мы открыли, и там очень хорошо была первая лекция Седоковой. Это то, что я хотела вот искать таких-таких докладчиков, которые осмысляют вещи не на таком поверхностном политическом уровне, а более глубоко, то есть это ведь все культурные глубокие проблемы. Вот. И она, когда вот ее тема была зло, и вот это то, как русское сознание, которое всегда вот такая история завоевания, строительство этого огромного государства, и когда человека как бы нет, и как человек привык дружить со злом. Зло просто вплетено так в жизнь, что добро и зло не различить. Так что тут ничего удивительного. И я думаю, если только какой-то демарш не сделают европейские страны с этими санкциями, как будто Обама еще хочет, имея, по-моему, месяц у него еще есть, еще увеличить санкции, но что сделает Трамп, это тоже неизвестно. Он уже заявил, что это не наши дела, мы должны заниматься Америкой, а не что, дескать, 70% всех законов, указов Обамы будет отменены. И это, знаете, это все такие опасные вещи, и они очевидны.